Хочу отозваться на разгон патриотов у Верховной Рады Украины. Во-первых, я категорически осуждаю действия Порошенко, Авакова, Луценко и Олигархата. Как обычно, они врут и обманывают. Подбросили в лучших ментовских традициях учебные гранаты. Говорят о каком-то скоплении оружия, когда все это время не было ни одного серьезного инцидента в этом лагере. И было три абсолютно легитимных требования протестующих, которые я абсолютно поддерживаю. Ну, хочу сказать, как президент, который часто вел переговоры с оппозицией, а иногда допускал ошибку их не вести. Надо было об этих трех легитимных требованиях напрямую вести переговоры и Порошенко, и Порубью, и Гройсману, а не подсылать разных посредников с разными посулами. Давно надо было понять, что эти люди не продаются. Все разговоры, сегодня опять Луценко повторил, про какие-то деньги Курченко. Не было никогда и нет никаких денег Курченко. Если бы у них были хоть какие-то факты, они бы меня не выбросили из страны, осудили бы меня в Украине. Всем понятно, что дело с фабриконом фейковой. То есть, для того, чтобы дискредитировать законные требования людей. Да, на стороне олигархата сегодня деньги. У них полный контроль масс-медиа, группа сила. Но мы сильнее. Мы сильнее, потому что нас гораздо больше. Мы есть полностью представители всего народа Украины, а у них вообще нет поддержки народа. Нет ни единого шанса, чтобы Порошенко и любой из членов коалиции выиграли на любых объективных выборах еще раз для себя очередной срок. Поэтому они будут фальсифицировать, они будут врать, они будут лгать, они будут красить голоса. И мы должны быть готовы ко всем очередным и неочередным выборам. И для этого нас должно быть гораздо больше. Мы должны расширять фронт. РНС вышел из этого лагеря в Верховной Рады некоторое время тому назад, потому что мы проводили мирные марши по всей стране. Да, мы поддерживаем полностью требования митингующих, но я думаю, что не случайно, когда только 50 человек требуют в Верховной Рады, или 100, или 200, или 1000 отставки Порошенко, это еще могут показать по олигархическим каналам. А когда их сотни тысяч, как на прошлом марше, это полностью игнорируется. Поэтому у нас не должно быть не только сотни тысяч, у нас должно быть миллионы. Мы все должны объединить свои усилия. И мы должны договориться, что забыть все старые обиды и непонимания, не вступать в никакие договорники, не поддаваться на их разводники, нет отдельного лагеря, никакого Авакова, никакого отдельного Луценко, отдельных олигархов, отдельного Порошенко, они вся одна шайка, лейка. И мы их должны вместе, одним массивом брать от власти, составить их в минуту, все, что они украли, и ни в коем случае не дать убежать из страны. И это у нас все получится. Всего от нескольких недель до нескольких месяцев нужно, чтобы полностью повернуть ситуацию. Да, у них есть, еще раз повторяю, деньги и средства влияния, но у нас и у нас нет денег, у нас нет масс-медиа, но у нас есть главное, у нас есть правда и уверенность в том, что мы сможем вывести Украину на очень быстрый путь развития. Мы поднимем страну, мы вернем в страну тех украинцев, которые вынуждены сейчас строить свое собственное и благополучие других стран, потому что своей стране им не дали это сделать, и это очень болезненно ощущаю в Европе, и у нас все это выйдет, потому что время барыг истекает, то, что они последние 25 лет взяли в заложник Украину, ситуация с заложничеством Украины заканчивается, и Украина есть будущее. Сейчас не время разбираться, скулить и жаловаться, сейчас время действовать, расширять наши ряды. На прошлом марше уже было огромное количество людей в Луцке, в Хмельницком, в Одессе, в Днепре, в 20 других городах, не говорю уже про Киев. Мы должны идти, мы должны использовать все другие минные способы протеста, и мы должны все время показывать свою позитивную программу. Я верю в великое будущее Украины. Я знаю, что каждый из вас, кто включился в это большое движение, абсолютно не партийное, абсолютно состоящий из многих людей, в том числе из абсолютно новых людей, мы все верим в будущее, и нам только остается подвинуть их от власти, закрыть их корыто и построить новую Украину. У нас все обязательно выйдет. Наша сила, нашим единствам. Слава Украине!